Здравствуйте! Вросшие волосы могут появляться после эпиляции или бритья. Внешне они выглядят как маленькие инфицированные поры, но на самом деле это волосы, которые выросли неправильно, под верхним слоем кожи. Один мужчина столкнулся с подобной проблемой. На своей руке он заметил небольшой бугорок и подумал, что это вросший волос. Когда он хотел его удалить, то увидел, что это был не волос, а что-то совсем другое. Перед тем, как продолжить историю мужчины, мы хотим поделиться с вами рекомендациями экспертов по удалению волос. Первое. Перед бритьем кожу следует смягчить водой, мылом или кремом для бритья. Второе. Нельзя брить против направления роста волос. Необходимо это делать в направлении роста и во время бритья слегка надавливать на бритву. Третье. Не рекомендуется использовать тупые лезвия, потому что это может вызвать высыпание. Четвертое. Необходимо применять антисептик для очистки области кожи, на которой были удалены волосы. Пятое. Никогда не используйте бритву на сухой коже. Процесс бритья будет проходить сложнее и могут появиться порезы. Шестое. Перед использованием воска следует сделать паровую ванну. Теплая вода откроет поры и депиляция будет проходить намного проще и эффективнее. Седьмое. Не используйте один и тот воск несколько раз. Восьмое. Не носите тесное белье, особенно после депиляции, которое не позволит вашей коже дышать и будет мешать росту волос. Если вы все-таки столкнулись с проблемой вросших волос, то избавиться от них помогут следующие советы. Замочите ватный тампон в воде гомомелиса и положите его на область, где у вас есть вросшие волосы. Это успокоит чувствительную кожу и уменьшит покраснение. После того, как воспаление пройдет, аккуратно чистым пинцетом удалите волос. Волосы следует вытягивать, а не выщипывать, потому что так вы можете вызвать раздражение и занести инфекцию. Всегда делайте это чистыми руками. Активные физические нагрузки и плотная одежда могут закупоривать поры и провоцировать появление вросших волос. После занятий спортом примите душ, чтобы ваши поры снова дышали. Используйте вазелин, тальк или кукурузный крахмал. Гель алоэ – это естественное средство против вросших волос. Нанесите его на участок кожи с вросшим волосом и оставьте на несколько минут. Иногда вросшие волосы могут оказаться не совсем вросшими волосами, как это произошло в случае с одним мужчиной. Он самостоятельно не смог удалить волос на руке, который причинял ему боль и попросил свою жену записать его к врачу. Оказалось, это была киста сальной железы. Сальные кисты образовываются в результате воспаления фолликулы волоса или кожи. Они представляют собой закрытые подкожные мешочки, заполненные веществом, которое имеет неприятный запах и создают шишку. Такие шишки не представляют особой опасности для здоровья и даже исчезают сами по себе. Но иногда сальные кисты могут трансформироваться в болезненные абсцессы, которые необходимо удалять хирургическим путем. Чтобы не допустить появления подобных кист, соблюдайте гигиену, избегайте появления вросших волос и пользуйтесь антибактериальным мылом. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!